Привет, меня зовут Катя, и ты на канале Катя Харитоша. Как сохранять файлы в формате AI, EPS и JPEG я покажу в этом видео, тем более, что от вас поступил такой запрос. В этом видео я подробно покажу, как создать и сохранить файлы. Соберу полный комплект, это и файл AI, и файл EPS, и файл JPEG, и zip папка. В видео также дам подробную универсальную шпаргалку, их даже будет три, по созданию и сохранению файлов для стоков, которые можно будет себе сохранить. Начнем. Каждый сток прописывает свои требования к размещенным файлам. Везде отдельно пишут требования для изображений, это фото и иллюстрации, и отдельно пишут требования для векторных файлов. На Shutterstock это достаточно подробная и полная информация по растру и вектору, где все настройки по сохранению расписаны. На Adobe Stock и других стоках эта информация чуть скромнее, но также все ясно и понятно. При первом изучении одновременно всех требований с разных стоков в голове может просто оказаться каша. Какие-то требования совпадают, а какие-то очень разнятся. А где-то есть свои особенности загрузки. Чтобы не было такой каши в голове в этом видео, я постараюсь вам дать свои подробные и универсальные действия по созданию и сохранению файлов для стоков. Буду показывать на примере работы в Adobe Illustrator. Собственно говоря, формат файла AI или AI это формат файла иллюстратора. Если вы работаете в программе CorelDRAW, то основной формат файла у вас будет CDR. В Illustrator я, как правило, создаю файл сразу под задачу. Задаю размеры в пикселях и уже, как правило, заранее знаю, буду я работать в квадрате или в прямоугольнике. Вообще, размер монтажной области может не совпадать с размерами разрешения файла на выходе. Но я стараюсь сразу работать в размерах монтажной области. И контролирую себя, чтобы не уйти от этих размеров. А также не уйти от требований стоков. В видео я буду опираться на требования к файлам от Shutterstock и Adobe Stock. Собственно, эти требования подходят и для многих других стоков, на которые я гружу. Пока что это Shutterstock, Adobe Stock, Deposit Photos и Dreamstime. Shutterstock говорит нам, что разрешение файла должно быть не менее 4 мегапикселей. То же самое говорит и Adobe Stock. Это значит, что минимальный размер файла должен быть 2000 пикселей на 2000 пикселей. Или 1000 пикселей на 4000 пикселей. Перемножая размеры сторон, мы должны получить минимум размер 4 мегапикселя. А лучше больше. Продолжим. Создаю файл минимум 4 мегапикселей. Для этого видео я создам файл 3000 на 3500 пикселей с одним артбордом, цветовая модель RGB и 300 точек на дюйм. Несложным математическим действием, а если сложно, то можно воспользоваться калькулятором. Получилось, что разрешение у нас 10,5 мегапикселей. Максимум стоит придерживаться 25 мегапикселей. Допустим, что мы уже что-то изобразили, а я сейчас быстро закину на артборд свой рисунок из другого файла. Если выделить все, что сейчас находится на артборде, а выделить все можно горячими клавишами Ctrl-A, то выделится именно рисунок, и мы видим его границы в прямоугольнике. Если уже сейчас сохранить файл в таком виде, то он, к сожалению, по этим границам и сохранится. Примерно так. Необходимо, чтобы созданная картинка отображалась красиво, так, как мы ее видим на листе артборда. Для начала я размещу этот элемент по центру. Если вдруг тебе захочется или возникнет необходимость увеличить артборд по вертикали или горизонтали, то делается это инструментом Artboard Tool или клавишами Shift-O. В русской версии иллюстратора, скорее всего, этот инструмент называется монтажная область. И спокойно можно вручную увеличить или уменьшить размер артборда под вашу композицию. Увеличить или уменьшить на несколько пикселей, а также посмотреть, какой размер артборда сейчас, можно нажав два раза на сам инструмент Artboard Tool. Вот они размеры ширины и высоты. Здесь можно их внести также вручную с определенной точностью. Пока оставлю так. Чтобы вот такого не происходило, и на перевью в вашем портфолио на стоке картинка отображалась красиво, я создам прямоугольник по размеру монтажной области. Если вы желаете его видеть белым, то можно залить и белым цветом, и контур убрать. Я чаще всего создаю прямоугольник по размеру артборда, без заливки и без контура. Этот прямоугольник даст нам красивое отображение картинки с дополнительным воздухом в виде белых пятен сверху, справа, снизу, слева. Так картинка будет выглядеть красивее. Прежде всего, свои изображения мы создаем для людей, которые будут их использовать в своих целях. И, возможно, элементы будут немного изменяться и менять цвет. Чтобы покупателю было понятно и удобно работать с элементами и вообще ориентироваться в файле, я прибираюсь в слоях. Группирую слои по элементам, где, допустим, отдельно цветы, отдельно люди, отдельно текст, фон и прочее. Называю их своими именами на английском языке. Можно и не группировать, если у вас так же мало объектов, как у меня в этом файле. Дальше я проверяю векторный файл на наличие открытых путей. В идеале открытых путей не должно быть, их должно быть ноль. Но у меня были случаи, когда и с одним открытым путем файл принимали, а бывало, что с одним и не принимали. Чтобы проверить, сколько в файле открытых путей, я выделяю все, Ctrl-A, и захожу в Windows, Document Info и выбираю объекты. Меня интересует самая первая строчка, пути, а именно первое число после скобки. Здесь стоит ноль, ноль открытых путей. Если вдруг открытых путей не ноль, а один, два и более, то рекомендую проверить в первую очередь забытые точки в слоях. Не закрывая документы Info, прощелкать слои и посмотреть, на каком слое появятся эти открытые пути и их удалить. Бывает такое, что вручную открытые пути сложно найти, тогда я пользуюсь ножиком с панели инструментов и обвожу все изображение по кругу за монтажной областью. Использование ножа чаще всего избавляет нас от открытых путей, но в некоторых случаях может сильно порезать элементы на части, особенно если слои накладываются друг на друга. За этим надо следить. И напоследок я еще раз проверяю размер файла, захожу в Window Info и сверяю, что размер файла равен созданному артборду. Это будет с учетом созданного прямоугольника по краям артборда. Также удобно будет прописать сразу в корне файла все метаданные. Для этого я захожу в File, File Info и выбираю Basic. Прописываю названия, описания и ключевые слова. Когда я прописываю метаданные сразу в векторном файле, то эти действия немного экономят время на атрибутацию файлов на стоках. Все данные из векторного файла автоматически прописываются в загрузке на стоке. Когда закончила прописывать, я нажимаю ОК. Перехожу к сохранению векторного файла в формате AI. Чтобы сохранить векторный файл в формате AI или AI, я выбираю файл «Сохранить как». Задаю имя файла на английском языке и указываю место сохранения. Нажимаю «Сохранить». Затем открывается окно с опциями иллюстратора. Я здесь ничего не изменяю, кроме как проверяю, чтобы стояла галочка напротив «Создать PDF-совместимый файл». Этого от нас требует Adobe Stock. Нажимаю ОК. Векторный файл в формате иллюстратора сохранен. Все созданные векторные файлы я храню в формате иллюстратора. И если мне что-то надо изменить, то я изменяю именно в этих файлах, а не в файлах EPS. Несмотря на то, что некоторые стоки принимают векторные файлы в формате AI, универсальное же будет сохранение и размещение на стоках файлов в векторных в формате EPS. Только в формате EPS у вас примет векторный файл Shutterstock и больше ни в каком другом. Сохраняю я его также в файл «Сохранить как». Только выбираю здесь уже формат EPS. Если ранее вы уже сохранили это изображение в формате иллюстратора, то имя файла здесь покажется таким же. Если не создавали, то я пишу имя и жму «Сохранить». Открывается окно с опциями файла EPS. Выбираю версию файла «Это иллюстратор 10 EPS». Некоторые стоки принимают файлы и в 8-й версии, но Shutterstock говорит нам, что если мы прописываем метаданные в свой файл, то они подгрузятся с загрузкой только если сохранили файл в 10-й версии. Поэтому сохраняю файл в 10-й версии. Превью формат из предложенных я выбираю «Никакой» и все галочки снимаю. Shutterstock здесь дает подробную инструкцию по опциям сохранения EPS и выглядят они так. Файл EPS подготовлен, я нажимаю «Ок». Осталось сохранить превью или, если вы хотите разместить на стоке вместо векторного файла, растровое. Превью в формате JPEG требуется не на все стоки, но я всегда его сохраняю. Так превью необходимо для Dreamstime, Deposit Photos и еще можно в папке отправить на Adobe Stock. Для сохранения файла в формате JPEG я захожу в файл «Экспорт» «Сохранить для интернета». В окне «Сохранить для интернета» я выбираю формат JPEG и вот здесь мне необходимо немного изменить размер превью. Дело в том, что Adobe Stock хочет, чтобы мы прикрепили файл предварительного просмотра с минимальным разрешением 15 мегапикселей. То есть файл JPEG должен быть, например, с размером 3000 на 5000 пикселей. Допустим, на Shutterstock и Adobe Stock можно просто закинуть файл EPS и не прикреплять к ним никакого превью. А вот на Dreamstime и Deposit Photos превью понадобится точно. Если минимум 15 мегапикселей, то максимум это будет 25, стоит их придерживаться, таких размеров. Это универсальное значение разрешения картинок, так и с требования стоков я взяла минимально допустимые и максимально допустимые и универсальные по стокам. Ранее я создала артборд размером 3000 на 3500 пикселей и именно эти размеры я сейчас вижу здесь. А это 10,5 мегапикселей, а надо, чтобы было минимум 15. Для этого размер превью необходимо изменить. Сначала отмечаю, чтобы замочек был нажат. Это позволит сохранить пропорции картинки и размер будет увеличиваться одновременно по ширине и высоте. Могу по ширине поставить 5000 пикселей и высота автоматически изменится. Получается файл размером больше 15 мегапикселей, но меньше 25. Сохраняю файл JPEG в ту же папку с таким же именем на английском языке. Все подготовленные файлы одного изображения выглядят у меня так. Это основная папка с названием файла. Внутри папки у меня лежит файл иллюстратора в формате AI, файл EPS и файл JPEG. У них у всех одно имя. Некоторые стоки принимают векторный файл с JPEG превью, но просят нас отправить им все это не в отдельности, а ZIP папкой. Я пользуюсь архиватором WinRAR, поэтому выбираю файл JPEG, файл EPS и правой кнопкой мыши добавить в архив. Сверяю имя архива, оно должно быть таким же, как ими всех файлов внутри. Выбираю ZIP и жму ОК. Полный комплект файлов готов. И универсальные пункты по созданию файлов, а также универсальные требования в вектору и изображениям я для вас подготовила. Пользуйтесь, можно себе их сохранить, переписать, вообще как вам удобно. После просмотра этого видео, если вы захотите поделиться своими универсальными приемами или особенностями сохранения файлов на стоке, или меня в чем-то поправить, пожалуйста, пишите в комментариях. Эта информация была точно полезной, поэтому мне будет очень приятно увидеть лайк этому видео. Поверьте, мне будет очень приятно, так как все видео обучающего формата, где я что-то рассказываю и показываю последовательность действий на экране, очень и очень много времени у меня занимают. Это и написание сценариев, и сама съемка, и запись экрана, и, конечно же, монтаж. Благодарю вас за просмотр. Все, что вам интересно узнать еще в рамках деятельности на стоках, пожалуйста, пишите в комментариях. Я или отвечаю на ваш комментарий своим комментарием, или же, если ваш вопрос будет обширным и трудоемким по ответу, то я, вероятнее всего, запишу видео, так как это случилось с этой темой. А многие другие видео, касаемые стоков, можно посмотреть вот в этом плейлисте. Там вы найдете и способы создания бесшовных паттернов, и информацию по ключевым словам, и то, как заполнять правильно налоговую форму, и еще многое-многое чего. И увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.